Сезон открыт. Первые лесные пожары фиксируют в Бурятии. В этом году они начались на неделю позже. Об этом и не только. Вечерние выпуски новостей на телеканале Оригус Самбайна. Здравствуйте. Это Восточный экспресс. Тодиа Лариса Иренцеева. И сегодня в выпуске. Жители Улан-Удэ пожаловались на мэра главе Бурятии. С какими просьбами обратились, расскажет Мария Красикова. Горит. И пахнет при этом очень мерзко. Когда ликвидируют пожар на полигоне твердых бытовых отходов. В материале Артемина Шакова. Не обжигает и очищает. Как верующего Улан-Удэ встретили благодатный огонь, расскажет Ирина Ирнеевна. В ожидании звезды первой величины. Кто приехал поздравить филармонию с юбилеем? На концерте побывала и Нина Немаева. Теперь об этом и другом более подробно. Начнем со встречи жителей Улан-Удэ с главой республики. Диалог власти с народом как альтернатива несанкционированному митингу. Его планировали провести общественники, но не согласовала мэрия. Люди пожаловались на работу градоначальника и заявили, что им такой не нужен. Чем вызваны подобные настроения и что по этому поводу думает сам Александр Галков. Репортаж Марии Красиковой. Ни транспарантов, ни громких лозунгов. И не потому, что в национальной библиотеке шуметь нельзя. С первой минуты понятно. Присутствующие в зале настроены на мирный диалог. Единственный плакат в руках как просьба. Просто дайте высказаться. Кстати, еще в начале успокоили. Слово дадут всем. Ситуация в городе Улан-Удэ достигла уровня точки кипения. И крышку с котла, чтобы выпустить пар до сегодняшнего дня, никто не поднимал. Накипело в том числе из-за проблем экологии. Город задыхается от частного сектора и утопает в отходах. Из-за отсутствия благоустройства и зелени, которыми у нас и не пахнет, пахнет другим, а честными. Но на их реконструкцию город никак не мог найти время. Лишь в этом году с республиканской помощью удалось сделать документацию и получить федеральные деньги. В претензии к мэрии и по выделению земель для многодетных семей. Где ведется эта работа в городном направлении? Я когда начинал поднимать этот вопрос и спрашиваю, начинал, вот мы же сейчас рассматриваем вопрос на Хурале. Хурал будет компенсировать таким семьям деньги. Но у меня тогда закономерный вопрос, а вы-то тогда для чего здесь, если там Хурал? Министерство имущественных отношений отвечает за это. А для чего тогда вообще администрация города нужна? Для многодетных земли нет, нет ее и для школ с детскими садами, а для строительства новых многоэтажек или торговых центров всегда пожалуйста. Политика города не предусматривает социальную инфраструктуру для жителей города. То есть отцы города не заботятся о своем населении. О какой инфраструктуре речь, когда самоволки в городе растут как грибы? Но на это у городоначальника нашлось, что ответить. Мы с вами что имеем, то имеем. Что выросло, то и выросло. При этом растут самовольные строения, как сорняки. Следить оказывается за этим в администрации некогда, заняты другим. Специалисты занимаются не муниципальным земельным контролем, они занимаются мусорками, они занимаются богоустройством, они занимаются проведением всех мероприятий. Елку поставить, деньги с предпринимателей собрать. Попался сотрудник муниципального земельного контроля, который вымогал предпринимателя 20 тысяч рублей. Ну понятно, деньги-то для чего собирать? Чтобы елку построить. Ну на самом деле, не секрет, что денег на елки у нас не заложены. Но елки – это еще цветочки. Нам бы денег на ремонт сетей. В городе авария за аварией. Такими темпами скоро по уши утонем в канализации. Люди в зале ждали решения. Да, действительно, эти коммунальные аварии происходили, они и будут происходить. Сети стареют. Вот здесь я должен сказать, что размер коммунальных аварий, количество коммунальных аварий, сложных коммунальных аварий, оно будет, на мой взгляд, увеличиваться. Признать проблему не значит решить. Это как никто лучше знает жители Комушки и сотых кварталов. Уже больше месяца они задыхаются от дымящего полигона. И вот решились на кардинальные меры. Ко мне переночевать Алексея Самбуловича и Александра Михайловича для того, чтобы посмотреть, в каком они состоянии будут завтра. Что за туман у нас в районе? Знаете, происходит отек горла. И ты начинаешь хоркать, хоркать, хоркать. Вот извините за такие вещи, потому что нечем дышать. Вот хотелось бы вас пригласить переночевать. Совместно с городом, с МЧС, с ГОЧС нашим, туда выехать, посмотреть, чтобы там поставили веб-камеру в онлайн-режиме. Почему глава республики решает городские проблемы? Вопрос присутствующие решили поставить ребром. Правда, может быть, нам нужен мэр-хозяйственник, а не мэр-политик, который, наверное, больше разрезает ленты. Александр Михайлович, а вам сейчас вменяется плохое управление, плохие менеджерские качества вас и вашей команды. Почему вы не отвечаете на прямой вопрос? Я вашу тематику, которую вы задали, прекрасно понимаю. Значит, все оценит и расставит место по своим местам, все расставит история. Но на это градоначальник так и не ответил. Мария Красикова, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Мэр на приглашение жителей сотых кварталов, судя по всему, не отреагировал. Зато глава посетил полигон поздним вечером. Алексея Цыденова заверили, на городской свалке все хорошо, а дымит частный полигон по соседству. Но жителям от этого не легче. Когда они смогут вдохнуть полной грудью, спросил Артемий Ушаков. Дым не дает продохнуть жителям сотых кварталов второй месяц. К примеру, над 113 микрорайоном он появляется вечером и не рассеивается до самого утра. Гори от лесных пожаров вроде привыкли, а вот к запаху паленой пластмассы... Едкий, противно. Вот когда лес горел, дым совсем другой был. То есть он уже, ну, видно было, что как дерево горит. А тут как будто пластик что-то вот такое жгут. Едкий. Городские чиновники клянутся. Последний раз муниципальный полигон горел две недели назад. Очаги засыпали песком. И претензии к ним безосновательны. 28 числа фактически открытое пламя было локализовано и в течение дня было затушено. В настоящий момент, как вы видите, никаких возгораний нет. Вот сейчас производится просто текущая работа. Текущие работы – это отсыпка песком. Эти фотографии сделаны утром. Через несколько часов после отъезда главы дым вырывается наружу. По заседству горит сейчас только частный полигон. И, как заявляют уже его собственники, огонь пришел к ним с муниципальной земли. Оттуда, ну, вы видите, какой ветер. Постоянно, особенно ночами, летит пепел, бумага горящая и так далее. И у нас происходят постоянные повторные возгорания. На оба полигона уже зашла прокурорская проверка. Собственникам ясно дали понять. Не важно, чей мусор загорелся раньше. Накажут всех. Это их работа. Я, как прокурор, не должен смотреть, тлеет ли, горит ли. Вот я когда вижу, что горит, и вы все видите, что горит. Я думаю, здесь комментарии какие-то. Какие могут быть еще комментарии? К проверке по поручению главы подключилось правительство республики. Выяснять, кто виноват, также не собираются. Намерены требовать. Наша задача – ликвидировать возгорание, чтобы жители нашего города, нашей республики не ощущали тот запах, который идет от возгорания. С этими полигонами нужно раз и навсегда разобраться. То есть кивание на частника, конечно же, на сегодняшний день наших жителей не устраивает. Предварительно полигоны должны потушить до конца недели. МЧС разрешила заливать очаги водой. Ранее этого не делали, опасаясь угрозы экологической катастрофы. Артемий Ушаков, Борис Гелинов, телекомпания «Оригус». Происшествием на дорогах. Четыре наезда на пешеходов за одни выходные. Причем для троих встреча с автомобилем оказалась летальной. Подробности дорожных трагедий далее. 8 апреля вблизи поселка Турка насмерть сбили двух молодых людей. Пьяный виновник ДТП оказался без водительских прав. Уже полицейские ему сообщили один из погибших – его родственник. Водители утверждают, пешеходы лежали на дороге. И он их просто не заметил. Пешеходы в ненаселенных пунктах находились на проезжей части без световозвращающих элементов. То есть, возможно, это и послужило таким тяжким последствием. Горе водителей не раз задерживали за рулем пьяным. Без права его предыдущие машины забирали на штрафстоянку. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 9 лет заключения. Наказание понесет и еще один водитель. Около 21.00 в Кабанском районе он насмерть сбил мужчину на трассе. С места происшествия скрылся. Сотрудники госавтоинспекции, также полиции разыскивают виновника аварии. С места ДТП были изъяты осколки транспортного средства, автомашины белого цвета. Также были изучены камеры фото-видеонаблюдения. Очевидцев или тех, кто владеет любой информацией, от данного ДТП просят сообщить в полицию или по телефону 112. Енина Немаева, Ева Мартынюк, Батархалматов, телекомпания «Аригус». Восточный экспресс только набирает обороты. И смотрите во второй части выпуска. Над солнечным городом нависли тучие. Почему строительство новых объектов ведется в опасной близости с другими, разбирался дежурный по городу. Улан-Удэ, стартап столицы страны. С представителями фонда «Сколково» пообщался и Сергей Соголов. Об этом чуть позже. Сейчас о том, что первые лесные пожары регистрируют в Бурятии. Три дня назад деревья горели в пригороде Улан-Удэ и в тот же день загорелся лес в Кяхтинском районе. Виновником пожара стал черный лесоруб, орудовавший в Кяхтинском лесничестве. Скрывая следы преступления, он поджег порубочные остатки и ушел. Огонь по сухой траве быстро распространился вглубь леса. Пожар удалось ликвидировать в первые сутки. Сгорело 135 гектаров. Виновника сразу нашли. Ему грозит уголовная ответственность сразу по двум статьям. За незаконную вырубку и уничтожение лесных насаждений. Чего стоит дом построить? Выгоды для одних и нервов для других. По крайней мере, такую ситуацию увидел наш корреспондент. Конфликт интересов у дежурного по городу. Мой дом, моя крепость. Это утверждение может и пошатнуться. Как, например, в этом случае. В 140-м А-квартале новая стройка началась в опасной близости от многоквартирного дома. Стройка началась у нас где-то месяц назад. Начали отрывать котлован. Начался обвал земли, песка. И этот обвал очень близко подходит к нашему дому. И жители нашего дома переживают, что любой хороший дождь даже пойдет, пойдет обвал. В один прекрасный день мы увидели, что появился забор, который закрыл стройплощадку. Причем здесь у нас находился проезд, выезд к общей дороге, по которому мы все пользовались и пользовались жители всех домов. То есть они закрыли этот проезд, мотивируя тем, что это необходимо для безопасности, для обеспечения безопасности стройплощадки. Согласно СНИПам, расстояние от здания до строящегося объекта с торца должно быть не менее 10 метров. Я думаю, в нашем случае даже рулетки не понадобятся, чтобы заметить нарушение. Обезопасить себя от подобного форс-мажора попытались и жители поселка Старый Зеленый. Они хотели узаконить землю перед домом, но их требования пошли вразрез с планами администрации. Квартиры приватизировали полтора года, ну, два года назад, можно сказать. А землю узаконить не можем. Основание будет строиться, общеобразовательный центр. Четыре поджога было. Люди начали приватизировать землю после этих пожаров. Мы обязательно спросим, на каком основании городская администрация отказывает в узаконении земли. А если вы считаете, что вам принадлежат не только квадратные метры вашей квартиры, но и вид из окна, обращайтесь к дежурному по городу. Докажем это вместе. Ольга Арсунукаева, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Продолжаем. На заводе Улан-Удэ-Стальмус частично выплатили зарплату. Забастовка рабочих длится уже вторую неделю. К решению проблемы подключилась правительство республики. Напомню, руководство задолжало рабочим 30 миллионов рублей. Выплатить часть денег обещали 6 апреля. Как стало известно, зарплата за январь на карты рабочих все-таки упала. Обещают рассчитаться и за старые долги предприятия. Достигнута договоренность о том, что в течение ближайших двух недель будет полностью погашена задолженность за два месяца. То есть январь-февраль. Я думаю, эти деньги будут практически ежедневно поступать. Из-за невыплаты зарплаты на работу не выходят порядка 300 заводчан. Быставать они обещают до полного погашения долга. Сколково ищет талант. Антеулан-Удэ стал столицей масштабного федерального мероприятия по поиску перспективных инновационных проектов. Победители стартап-тура получат деньги и, главное, путевку в главный научный центр России. Как вы считаете, что это или на что оно похоже? Некоторые пытаются попробовать на зуб, думают, что это корм. На самом деле это птичий помет. Виктор отходы превращает в деньги. При помощи разработанных им биологических добавок производит удобрения без запаха. Его технологиями уже пользуются исправительные учреждения Бурятии и птицефабрика в Кемеровской области. Инновации поставить на бизнес рельсы помог и стартап-тренинг. Мы вот коучем, мы прошли и прочие вещи, которые как раз непосредственно нам помогают. Сейчас уже в реализации тех проектов, которые мы еще даже полгода назад, мы о них даже еще и не думали. Виктор, как и девять сотен участников со всей страны, рассчитывает на помощь экспертов. Стартап-тур проходит под патронатом одного из крупнейших фондов по развитию инноваций Сколково. Опытом будет делиться все его руководство. Наставников называют образно, бизнес-ангелы, хотя работают они не безвозмездно. Ангелам нужны идеи, ведь в зале могут оказаться юные Биллы Гейтс и Стивы Джобсы. Только молодежь может это создать, а мы можем создать для них подходящую среду, удобные условия для того, чтобы они создавали и развивали эти компании. Мы приехали не для того, чтобы найти какую-то одну компанию или стартап, что-то одно звездное. Потому что региону нужен не один стартап, а много успешных стартапов. Мы пытаемся создать среду, когда будет массовый рост, когда многое количество новых предприятий, бизнесов будет появляться, будет развиваться по всем направлениям. Который день жюри определит лучшие 10 проектов по трем направлениям – биомедицина, промышленные и информационные технологии. Авторов пригласят на конференцию для технологических предпринимателей «Стартап Вилледж» в Москве. Победитель получит треть миллиона рублей и путевку в Сколково. А это прямой доступ к инвесторам и перспектива выхода на международные рынки. Сергей Соголов, Борис Бальчинов, телекомпания «Аригус». К другим темам. Благодатный огонь прибыл сегодня в Улан-Удэ. Его доставили из храма гроба Господня в Иерусалиме. Встречали ценный груз в Свято-Троицком храме. На праздничной литургии побывала наша съемочная группа. Его встречают громко и торжественно. Почти двое суток пути, два самолета и автомобили из аэропорта. Капсула со священным огнем на Бурятской земле. Трепетно. Частичко с Иерусалима уже, можно сказать, огонь. И такое расстояние преодолел. И в глубинку, можно сказать, прибыл в Россию. Впервые благодатный огонь в Бурятию доставили в 2005 году. С 2012 эстафету организует Улан-Удэнский авиазавод. Священный свет привозят из Иерусалима в Лампедеве в Москву. И прямо из аэропорта рассылают по стране. Вы теперь пришли, давайте зажигайте. Это чудо, которое совершается в Великую Субботу, прибыло к нам. Благодатный огонь в пасхальную ночь появляется в Кулуклии. Часовник, где хранится гроб Господень. Это гробница в скале, главная святыня христиан. Через неё огонь сходит до верующих. Чудо это или нет, спорят по сей день. Но необыкновенные свойства огня подтверждают многие. Люди его трогают, зажигаются. И он водит по лицу, он даже в борода не загорается. Это очень интересно. Только через некоторое время он становится таким горячим. Чувствуешь от него тепло. Уже две тысячи лет назад он посылает нам вот этот благодатный огонь. Господь нам показывает свою любовь. И что на завтра будет обязательно воскресение Христово. Явное свидетельство благословения с неба нам грешным. Для нас счастье то, что сюда нам привезли этот огонь. Под нём лучше, которые всё-таки надо чаще посещать. И места и детей приобщать к этим вещам. Мы пасху вечно сжигаем. И дички накрасываем. Сыскас воскресенье. По истину воскресенье. Улан-Удэ – неконечная точка путешествия благодатного огня. Его передадут и в другие православные храмы, чтобы божественный свет засиял для верующих в каждом уголке республики. Ирина Эрмиль, Борис Геленов, телекомпания «Оригус». Это ещё не всё. Смотрите далее в программе. Лучшая женская роль. Кто оказался убедительнее всех, расскажет Байрма Роднаева. Десять недель. Семьдесят дней непрерывной учёбы. Первый выпуск Академии журналистики. Как это было, расскажем вместе. На телеканале «Оригус». Его называют главным альтистом мира. В Улан-Удэ выступил Юрий Башмет. Маэстро прибыл в столицу Бурятии с московским камерным ансамблем и со своим другом из XVIII века. Концерт высокой музыки состоялся в честь юбилея Бурятской филармонии. Впечатлениями поделится Енина Немаева. Последние штрихи – репетиция. Уже через пять минут для улан-удэнцев зазвучит Бетховен в одном из лучших исполнений. Мировую классику исполнят солисты Москвы, обладатели Грэмми под руководством Юрия Башмета. Это второй его визит в Бурятию. И во второй раз он принимает участие в фестивале камерной музыки пицциката. Фестиваль проходит уже в шестой раз в Бурятии. И в нем принимают участие только самые лучшие, самые известные, яркие солисты нашей страны. И все ради юбилея. Бурятской филармонии исполнилось 80 лет, а потому подарок ко дню рождения – солировать с маэстро. В период обучения в Санкт-Петербургской консерватории я по его приглашению ездил в Москву, в его класс занимался, да, с его ассистентом. Для вас лично кто такой Башмет? Для меня это такая недостижимая планка, в общем, человека, который всецело поглощен искусством. Русский Паганини, или как его называют демон с альтом, доказал миру, его инструмент может солировать не хуже скрипки и фортепиано. Он первый, кому за 230 лет разрешили сыграть на альте Моцарта. К слову, сейчас в руках маэстро практически его брат. Оба легендарных инструмента принадлежат руке итальянского мастера Паула Тестори. Это просто потрясающе, как они играют в квартет Бетхоэна. Если закрыть глаза, то можно представить, что это действительно квартет, что четыре музыканта играют, а там их на сцене 16. Башмет, ну это все, это звезда мировой величины. Это однозначно мы должны быть здесь, должны это слышать, должны это видеть. Настолько у него активная жизнь, творческая, потому что ни дня у него свободного нету. И он для нашей буряти, для нашего зрителя нашел в своем плотном графике время. Юрий Башмет – самый гастролирующий классический музыкант в мире. Его выступление слышали в Карнеги-холл, Ласкало, в Лондонском Барбикан, в Берлинской филармонии, в Токийском Сантори-холл. У меня давно такое правило – ехать туда, где хотят, где ждут. Визуал прекрасный, при этом, заметьте, что зааплодировали только один раз между частями, тогда, когда уже очень понравилось. Публика изумительная и грамотная. Янина Немаева, Александр Мемжелон, телекомпания «Аривис». Аншлаг и овации, имена лучших артистов театра и деятелей искусств, названных в Улан-Удэе в Бурятии, состоялась церемония награждения премии «Браво», рассказывает Бэрма Роднаева. Быть или не быть, а судьи кто? В этот день ответ однозначный – быть и без осуждения. Единственный день в году, когда на сцене не спектакли, но, возможно, все. Одним словом, капустник. Кукольники делают номер без своих ручных помощников. Артисты балета шутят вслух, танцуют почти без одежды и классических ПДД. Не обошлось и без новомодных мемов. Подмоченная репутация «Почты России» вдохновила на новый персонаж. Лучшая сценография художника государственного русского драматического театра. Русские драматические, бурятские, оперные, молодежка «Ульгар» – в республике их пять. В людях это больше 750 человек. Но ежегодно лучшими называются 10. В этом году выдающейся мужской ролью назвали работу актера Бурят-театра Булата Самбилова в спектакле «Дыхание бронзы». За лучшую женскую роль Союз театральных деятелей Бурятий наградил исполнительницу Сета Томасян в спектакле «Лунное чудовище» Анастасии Турушеву. Тадос Монтримус. Я ему так благодарна, что он доверил мне эту роль, и что я сегодня получила эту награду. Я очень ему благодарна. Молодые и талантливые признаны лучшими. Опытные артисты признаются, в этом есть даже некая мода, чтобы и зритель тоже молодел вместе с труппой. Все-таки задача привлечь молодежь в театр, оторвать их от компьютеров, видео. Сейчас же поваленное увлечение квестами, да? Ну вот такое вовлечение, активное вовлечение зрителя. Я думаю, вот это удачное, наверное. С марта прошлого года по нынешний за театральный сезон на бурятских сценах выпустили больше 10 премьер. Баирма Роднаева, Виктор Горновской, телекомпания «Ригус». Не реалити-шоу и не конец фильма. Академия журналистики «Ригус» отметила первый выпускной. 32 человека получили сертификаты. По сути, пропуск в мир телевидения. Дали без комментариев. Вторая точка – это горло. Сильный удар. А, блин. Ну а если вы в поисках решения проблемы? Кто прав, кто виноват, сказать нельзя. У ЕГЭ есть свои плюсы и свои минусы. Ну, пожалуй, это было самое запоминающее задание, потому что как бы уже пришлось как бы в шкуре самого журналиста вот это все делать. Сегодня я юрист, завтра продавец-кассир. Почему так происходит? Блин, вообще все не так, как я думала. Все происходило как в тумане. Вот это вот волнение, время летит незаметно. Но на меня где-то ушел целый час, я думаю. Да, то есть я переволновалась. Стал смотреть не просто на экран, а за экраном. То есть стала рисоваться картинка в голове, как все это делалось, как над этим работали люди. И вообще, насколько это действительно сложная профессия. Особо я, наверное, выделила бы Артемия Ушакова, как он нам рассказывал, как брать интервью у ребенка. Это, наверное, самое запоминающееся у меня такое впечатление было. Самым запоминающимся для меня и позитивным это было интервью. Когда мы в первый раз писали текст, когда мы в первый раз брали у друг друга интервью, когда мы в первый раз вообще работали на камеру. Это было, мне кажется, с одной стороны как-то смешно, потому что это все в первый раз. С другой стороны, все так серьезно. Здесь нельзя. Бима, Бима, терпи давай. Это раньше собака была другом человека, сейчас это груз ответственности. Для меня в целом курс показался очень интересным, познавательным. Очень много узнала для себя. Хочется развиваться. Преподаватели относятся очень лояльно. Каждому подходит с подходом, каждому помогает. Начиная от текста, с движением, стендапа. Это все говорят, как делать и что делать. Журналистика в моем представлении, как она есть на самом деле, это два разных понятия. Я в восторге от этого курса, я думаю, что это нужно. Сертификат вручается Андреевой Анастасии. Не могу сказать, что Академию мы открыли для кого-то. Мы Академию открыли и для себя. Мы учим, мы сами учимся. Мы приглашаем опытных тренеров. И полагаем, что их знания будут интересны не только нам, но и другим людям. Много клевых ребят, журналистов, Адреа морем новых идей и желаний горят. Ла-ла-лай, 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 ла-ла-лай. Пожелаем первым выпускникам нашей Академии удачи и продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей на сайте arius.tv, на страницах телекомпании, в социальных сетях. Это была программа «Восточный экспресс» и я, Лариса Иренцеева. Хорошей недели. Увидимся.